Здравствуйте, это Укрлайф ТВ и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что наши спонсоры торговая марка Гейтман и медицинский центр призмов поддерживают нас несмотря ни на что, и за это мы им очень признательны. А сегодня у нас очень интересная встреча, сегодня с нами на связи много уже известных вам людей. Сегодня с нами на связи Сергей Корсунский. Сергей, здравствуйте. Юрий Чудновский. Юрий, здравствуйте. Владимир Никитин. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Сергей Датюк. Здравствуйте. И Сергей Сорока. Здравствуйте, Сергей. Я так понимаю, что вот вы все... А Тарас куда-то пропал, я его пока не вижу. Можно увидеть Тараса. Тарас, здравствуйте. Тарас Бебешко тоже с нами, но он присоединится, я так понимаю, сейчас буквально через минутку. Вот я так понимаю, что вы все основатели или сотрудничаете с Foundation for Future, и вот если честно, я даже не знаю, о чем сегодня пойдет речь, и просто сразу же передаю кому-то слово традиционно. Ну традиционно я начну этот разговор. Я думаю, что тех, кто нас знает, не удивит, что и этот разговор мы будем вести о будущем. О будущем. То есть мы сегодня находимся в такой ситуации, когда все мысли так или иначе сосредоточены на настоящем. И будущее оказывается не в повестке дня. Но если... Мы уже много раз это говорили. Мы не делаем своего будущего, то за нас его делают другие. И поэтому мы считаем, что разговор о будущем является необходимым в любых обстоятельствах. В любых, в том числе в самых драматических, в которых мы сейчас находимся. Ни у кого из нас не вызывает ни малейшего сомнения победа в Украине. Но вот теперь возникает несколько простых по формулировке, но очень сложных вопросов. Первый вопрос. А что такое победа? Второй вопрос. А какой должна быть Украина после войны? Мы знаем такой, как она была или не такой, как она была? И третий вопрос. А возможно ли Украина такой, как она не была в мире, если он останется таким, каким он есть? То есть вопрос не в том, не только в том, чтобы возродить, воссоздать, развить Украину, но и в том, что эта война поставила вопрос о архитектуре человечества. Мир дошел до предела в этом способе организации. И вот об этом мы сегодня поговорим. И я для начала хотел бы передать слово Сергею Корсунскому. Ну, хотя бы потому, что он на самом большом расстоянии от Украины, из всех нас, и так же, как и мы все, переживает и много делает для побед. Пожалуйста. Спасибо. Большая честь Польщон начинать отвечать на эти очень сложные вопросы. Но Юрий Дмитриевич, как обычно, очень все компактно сформулировал. На самом деле, то, что я вижу, читаю, то, что происходит в мировой прессе, всяких умных людей, оно звучит примерно так. Мы подошли к этапу, когда то, что было создано после Второй мировой, оно просто дошло до абсурда и превратило в свою противоположность, как ему и положено. Сам факт, что войну против Украины ведет страна, которая победила нацизм, как бы, да, и действует методами, которые фактически копируют. Ну, понятно, что если посмотреть глубоко, то мы обнаружим много схожих элементов коммунизма, нацизма и всего этого прочего. Но факты говорят о том, что больше возврата назад не будет, и он невозможен. Он невозможен не только в Украине, он невозможен нигде. Сейчас реально без каких-либо натяжек во всем мире идет переосмысление того, что вообще происходит, каким мир из этого выйдет. Мы, как оказалось, знаете, вот мы до сих пор, когда слушали про Украину, мы очень много таких вещей слышали, что мы маленькие, экономика у нас маленькая, страна у нас бедная, всем очень несчастная. Знаете, какие я читаю ежедневно статьи тут ведущих агентствах Азии? Что оказывается, голод у нас не будет, потому что в Украине война. Оказывается, идет переформатирование мировых рынков энергоресурсов, потому что в Украине война. Оказывается, война в России против Украины приведет к гонке ядерного вооружения. Оказывается, в Азии сейчас все сидят и очень активно пересматривают свои стратегии безопасности. И какие-то такие мелкие примеры, ну, например, Азия купила 10 миллиардов оружия российского, там Вьетнам, Индия, теперь они смотрят на это оружие, которое у нас горит отлично изделиями 1975 года. И теперь возникает вопрос, а что же делать, что реально все так плохо? И таких вещей оказывается очень много. Именно поэтому у нас все основания считать, что Украина оказалась реально в центре того, как зародыш того будущего, которое произойдет. И поэтому сейчас, с моей точки зрения, очень важно два аспекта. Первый, осмыслить то, что мы хотим построить для Украины. Это как бы будет маленькая первая победа, когда мы поймем, какую Украину мы хотим получить в результате. Назад возврата не будет, нам отстраивать придется решительно все. Общественные отношения, законодательство, систему власти, мосты, дороги, само собой. И нам это нужно сделать обязательно самим. И каков будет мир, в котором будет Украина существовать, и как этот мир будет выглядеть. Я вот послал всем коллегам, и вам, Люда, вы видели, наверное, эту статью Тренина, которого мы до сих пор как бы считали как бы центром Корнеги, интеллектуалом, вроде бы даже либералом. Но ведь то, что он там написал, это же махровая чушь. Но они думают о будущем. И что приятно, в их понимании их будущее – это прошлое. То есть они никуда вперед не идут. То, что они хотят получить в результате – это то, что было до того. И вот это обнадеживает. У них нет никаких перспектив. А нам нужно эти перспективы создавать. И я вот очень надеюсь, что в рамках работы с коллегами, значительно более умными и опытными, чем я, мы сможем найти вот этот вот суть того, что мы хотим получить в результате. Я бы добавил только, Сергей, вот удивительные сообщения приходят по поводу, например, встречи НАТО, где комментаторы говорят, что обсуждается будущая архитектура мира. Это замечательно. Но Украина, которая приняла на себя весь удар этого перехода, естественно, в этом ансамбле голоса не имеет. И вопрос в том, будем ли мы иметь свой голос в ансамбле тех, кто обсуждает будущее мира. И в состоянии ли мы внести туда какие-то свои предложения. Ну, если мы будем находиться в русле существующих предложений, то место нам-то вот это маленькое и останется. Вопрос, можем ли мы предложить принципиально иное, принципиально иную картину мира, в которой у нас другое место. Потому что в существующей картине мира место прошлое наше, которое было маленьким и маленьким останется. Но, коль скоро зашел разговор о НАТО, Столтенберг, глава НАТО, недавно позволил себе публично такое рассуждение. Когда Россия ударит ядерным оружием по Украине, и радиация, ну или ядерный пепел, пойдет в сторону стран НАТО, считать ли это нападением на НАТО или не считать? Он что, действительно так сказал? Он что, действительно так сказал? Во всяком случае, я же не придумал. У меня до сих пор висит это сообщение. Могу переслать ссылку на Окрправ, где оно было. Суть состоит в том, может ли быть допущено в дискуссии ядерный полигон. И в этом смысле надо утверждать, что поле битвы субъектно независимо от того, в каком оно состоянии. И оно субъектно не потому, что там есть или нет радиации, не потому, что там есть или нет ресурса, не потому, что оно влиятельно в целом мире, оно субъектно, поскольку оно производит представление предельным о том, как устроено человечество, о том, как устроен мир. Вот эта субъектность, а не то, какие города там сегодня разрушают, какой геноцид производят и какие ядерные бомбардировки пытаются устроить. Мне кажется, эта позиция субъектность сквозь всяческие ограничения. Свобода независима от любого уровня угроз. Свобода мышления независима от каких бы то ни было ограничений. Мне это представляется принципиально важным. Если я могу прокомментировать тоже вот это то, что там было сказано про НАТО, беда в том, что это не только сейчас проявляется не только на этом саммите в НАТО. Мы постоянно с этим сталкиваемся уже много лет. Я этот опыт наблюдаю. Их точка зрения, западная точка зрения на Россию и на вообще происходящее вот и сейчас в том числе, она очень специфическая. То есть, они видят это с позицией некой логики, некого разума. Они пытаются найти, как это английским словом, как бы причинно-следственные связи. А ведь на самом деле мы же понимаем, что никаких причинно-следственных связей нет. Там есть абсолютное отсутствие мышления. Там есть абсолютное пренебрежение просчетом. То есть, их концепции, они абсолютно искусственны. Они ничего не имеют общего с реальностью. Именно поэтому происходит то, что происходит. Ведь на полном серьезе говорить, и похоже, что многие из них в это верят, что за три дня можно было взять Украину и мы цветами будем встречать. Ну, это же чепуха, понятно, очевиднейшая. Но ведь это же произошло. И вот в этих всех работах их идеологов, которые, политологов, которые входят в Совет обороны и чего-то там и советуют Путину, мы видим вот эту вот попытку, они строят концепции искусственные, которые не имеют никакого отношения к жизни. И я уверен, что если мы предложим серьезный контрпроект и покажем, что на самом деле надо думать значительно глубже и дальше, то, конечно же, мы сможем эту мысль посеять среди них. Они еще до конца не испугались, они еще испугаются. Потому что ведь загнанный в угол кремлевский бандит, он же что-нибудь сотворит, не дай бог. но здесь принципиальные есть вещи очень большой тектонической такой силы. Изменение мира в 17 веке и в том числе появление такого доминации англо-саксонского мира было связано с другой картиной мира, в том числе с той, которую вводили гуманисты о том, что человек в сосредоточии мира и человек сам может выбрать, будет он животным или божественным проявлением. И все-таки в начале этого движения, этого гуманизма человек и наука и достижения все было связано. Сейчас это разорвано. В информационном мире, в технологиях человека вообще нет учета того, что он может быть и зверем и божественным. Ну вот вы говорили американцы эти модели взаимодействия России и Украины в бою просчитывали на моделях и у них совершенно в этих моделях отсутствовали эти иррациональные категории сила духа, национальное сопротивление, картины мира, формы взаимодействия людей. Вот и по большому счету сейчас идет вопрос вернемся ли мы к идее человечества и попытаемся ее осмыслить или будем по-прежнему работать в логике взаимодействия отдельных стран, отдельных экономик и считать все на уровне критериев там и всего прочего. Вот базовый вопрос о человечестве ком в рамках человечества и именно Украина сегодня имеет право, имеет возможность сказать о том, что ее человеческое стало сильнее, чем технологические и прочие расчеты и модели. С этой точки зрения, если позволите, главным острием, главным направлением нашей сегодняшней дискуссии является то, что она окаймляет. Мы подготовили обращение к мыслящим людям мира, где пытаемся призвать, позвать, предложить общий разговор, беседу, собеседование, размышления о человечестве, о новой архитектуре человечества, о создании нового мира, о пересмотре институциональной, экономической, социальной, политической, даже культурной структуры мира. Вот об этом. И мы попытаемся разместить ее в разных информационных носителях, попытаемся донести это до мира и всех, кто слышит, кто смотрит нас, кто смотрел наши циклы видео, 84 видео на Укрлайф, всех мы просим распространить это наше обращение, где бы вы его не увидели, на каком ресурсе, на какой платформе информационной вы бы его не увидели. поту, потому что мы свои представления сформировали в каком-то виде, в самом начальном, в самом грубом виде, вот с той компанией, которую мы сегодня представляем на Укрлайфе, мы наши представления сформировали, и мы готовы положить их на общий стол, понимая, что они не могут быть единственными, что должны быть целое поле предложения, и мы ждем и надеемся, может быть, на платформе Укрлайфа, что такой разговор развернется, и люди, у которых есть представление о будущем мира, нового мира иной Украины, включатся в этот разговор, и этот разговор станет очень серьезным, потому что я сейчас достаточно сильно переживаю то, что мне представляется в виде картинки происходящего, это такой арена, где идут, извините за эту метафору, этот образ, петушиные бои, а вокруг стоят люди и делают ставки, победителя потом накормят и посадят в отдельную ту же клетку, в которой он сидел, проигравшего просто выкинут на мусорку. Вот не хочется быть ни одной, ни второй стороной в этих петушиных боях. Очень, ну, мне представляется Украина тем, что она сделала, заслужила не только право, а необходимость участия в мировом разговоре о будущем человечества. И, но в этот разговор надо входить с ясной позицией. Я не уверен, что Украина сегодня может представить миру ясную позицию о новой архитектуре мира. Ну, это вопрос же опять, что значит Украина? Это должно быть представлено на государственном уровне? Или это дело людей, мыслящих, которые промысливают, а государства потом, если они могут, это каким-то образом будут учитывать и реализовать? Ждать того, что от имени Соединенных Штатов или Китая или Украины появится некоторая единая общая модель, в которую все примут и начнут в нее встраиваться? Ну, во-первых, думаю, такого не может быть, во-вторых, если такое случится, то это губительно. Не может быть единой, универсальной, эффективной модели взаимодействия разных культур, цивилизаций, подходов, видений, мышлений, сознаний и так далее. И вот проблема состоит для меня в этом. Как можно допустить и помыслить взаимодействие равное, когда какая-то из сторон не подавляет все остальные и не пытается навязать им единую картину мира, правил, законов и тому подобное. Вот очень любопытно, что мы сначала пытались написать единый текст, потом оказалось, что у нас между собой, которые взаимодействуют много лет, есть разные, не то, что у нас не согласие, у нас согласие принципиальное есть по базовым пунктам, но мы по-разному видим механизмы, подходы, акценты, проблемы, и поэтому мы публикуем набор наших предложений. И вот очень важно, чтобы вот эта множественность сохранилась и дальше. весь вопрос в чем состоит вот обращение к мыслящим. Это надо выйти за уровень мышления вот этими отдельными странами и универсальными моделями и найти способ, каким образом можно взаимодействовать эффективно в рамках человечества, на пользу человечества, оставаясь разными. как нам быть вместе и при этом остаться разными. Это вот исследовательская, философская, если так можно выразиться, этическая проблема в рамках, если она не будет решена, будет по-прежнему искаться единая универсальная модель, то ничего не изменится, станет только хуже. Можно я добавлю? Да, просто присоединяйся, включайте дискуссию. Я хочу обратить внимание, что буквально за последние несколько лет есть два таких интересных феномена, то есть Соединенные Штаты вышли из Афганистана, то есть сильное государство проиграло слабому государству, но проиграло чему-то сильному, и в Украине происходит то же самое, более сильное государство России сейчас терпит поражение в Украине. Я видел аналитику, естественно, американцы анализировали, почему они вынуждены были уйти из Афганистана, потому что там практически очень слабое государство, но очень много разных социальных связей, которые просто нету того камня кроегольного, который можно было выбить и как бы выиграть войну. В Украине происходит тот же самый феномен, то есть у нас было слабое, относительно слабое государство, но как только зашел враг, то есть вот это множество, очень много социальных связей, армия, волонтеры, врачи, ну наши западные партнеры, украинцы за кордоном и так далее, и так далее, сработали настолько, что они компенсировали с лихвой, в общем-то, относительную слабость государства. Я так думаю, что было бы вот на основании вот этих два очень ярких примера, это Афганистан и Украина, то есть будущее, в общем-то, Украина надо строить уже на основе вот этих очень сильных самоорганизаций, социальных связей, населения, людей, разных социальных групп. Фактически американцы, когда, почему они вышли, они поняли, чтобы победить Афганистан, его надо полностью уничтожить, в ковровой бомбардировке, что сейчас американцы на это не пошли, а россияны, а россияны на это пошли, то есть они уничтожают наши города, они понимают, что ни Харьков, ни Мариуполь, ни Сумы, ни Чернигов, ни Киев, их встречать с цветами не будет, вообще никак, то есть его завивать можно только уничтожив полностью эти города, что Россия и делает, это из преступления. Глупо бы было, конечно, после войны Украине оставаться такой, как она была до войны, то есть надо строить систему управления в стране, которая вот как раз опиралась бы на эти вот множество, на эту самоорганизацию населения, разных социальных групп, на эти социальные связи между разными социальными группами. Мы видим своими глазами чудеса взаимопомощи, чудеса доброты, чудеса, это многие примеры, которые не только мы восхищаемся, весь мир восхищается. Потому, есть о чем подумать, у нас реально, мне кажется, уже сейчас зарождается новая система управления государства, а новая страна, новая республика. И сейчас уже нужно думать, какой Украина будет после войны. Ясно, что не та конституция, надо новую конституцию будет принимать, потому что та конституция, которая сейчас действует, эта конституция была нам навязана. Хотя мы сами, но потом Медведчук Симоненко под управлением Российской Федерации внесли изменения в черном роде конституции, что у нас фактически разбалансирована система управления государства управления. Потому, вот, в этом смысле мы должны уже сейчас думать, какими мы будем после войны. Ясно, что не такими, потому что слабое государство не способствует развитию страны в мирное время. А вот множество этих социальных групп и социальных связей как раз дает возможность нам развиваться и в социальном смысле, в экономическом и военном смысле и так далее. Показать пример, как можно построить государство на этой основе. Ну и продолжение того, что говорит Сергей, но мы же с этой компанией все вместе сделали проект институции, которая именно на это и ориентирована. Именно мы во весь рост поставили, попытались восстановить смысл слова республика в этой конституции. Общее дело или общая вещь. Общее. Вот это то, что лежало в основании институции. И тем, кому это интересно, мы предлагаем еще раз посмотреть текст, и если нужны комментарии, то на Укрлайфе целый цикл передач, посвященный этой институции. И было бы очень важно, чтобы она лежала в ряду других представлений о том, как уже не возрождать, а творить новую, иную Украину в новых обстоятельствах. Ну вот я возвращаюсь к слову победа. Вот когда лежат много разного, у нас все время тяготение найти победившего. Вот кто победил, чье предложение лучше, чье предложение будет реализовано. это связано с идеей конкуренции как базового основания для экономики и всего прочего. Но понятно, ну для нас понятно, что идея соуправления, соумышления, которое не требует победы одного на другой, на другим, а требуется участие и совместности естественной, только внутри тех, кто на это идет, с кем договариваются. Мы не являемся пацифистами в том смысле, что все должны жить мирно. Когда на нас нападают, когда нас хотят уничтожить, то ответ ясен. Но между теми, кто хочет жить вместе, оставаясь самим собой, можно найти договор, можно найти формы соучастия, сопричастия, совместности, которые позволяют быть многим и разным. Это предполагает пересмотр базовых принципов практически всех основных международных организаций, потому что если посмотреть на деятельность ООН, модель устройства и деятельности ООН, это решение противоречий между сильными государствами за счет слабых, так выписана структура ООН. Там как бы все участвующие страны равны, но есть некоторые равнее других, ведь равнее других это Совет Безопасности, это собственно собственники ядерного оружия, и в этом смысле это уже доминантная модель ООН. Точно так же доминантным образом устроена НАТО, точно так же доминантным образом устроены такие организации как МВФ, ВТО и так далее. И если помыслить, что есть другой способ устройства, построенный на сотрудничестве, совладении, соуправлении, на принципах равновесия, недоминирования, то можно тогда об этом говорить, потому что если не менять принцип этого устройства, тогда в общем разговаривать нечем, можно пытаться длить тот международный порядок, который существует, уже не работает, и просто наблюдать его медленную, а в связи с войной России в Украине, все убыстряющуюся агонию. А можно вопрос, где это же построено на этой системе, соуправление, когда все страны равны, имеют одинаковый голос, но почему-то тоже не очень-то сработало в кризисное время, Сергей, вопрос. Вопрос же о том, что не только страны принимаются внимание. Современный мир состоит из разных организованностей, тут и древние организованности вроде орденов, как ни странно, до сих пор живы, и разной коммунальной организованности, корпорации принципиально разного типа, множество тех, кто оброждает мысль. И интеллектуальное сообщество. Да, и поэтому сводить все к взаимоотношению государств, это сильная редукция, тем более в мире, который уже является трансграничным по своей сути, и большинство решений не принадлежит не только решений, но и проблем отдельным государствам. Вопросы климата, вопросы техногенных катастроф, вопросы пандемий и так далее попринципиально ставит вопрос о других способах взаимодействия и не только стран. Секундочку, я вклянусь, потому что здесь, на мой взгляд, очень важный момент. Вопрос ведь стоит еще следующим образом. Мы хотим одну устойчивую модель, которая себя исчерпала, заменить другой в лучший и ждать, пока она себя исчерпает? Или это вопрос динамической организации, тоже принципиально иной по отношению к тому, что есть? И вокруг чего должна строиться новая организация? Вокруг власти, как это сейчас есть? Или, например, вокруг мышления? и тогда разговор идет не между властными доминантами, а между мыслительными корпорациями и идеями, которые постоянно между собой взаимодействуют и дают разные решения в разных обстоятельствах. И это совершенно другая модель, модель динамического мира. и это требует совершенно другого образования людей. Образование, которое строилось сначала вокруг идеи знаний, устойчивых знаний, которые выражаются в законах природы или еще в чем-то, которое фактически сметено идеей подвижных потоков информации, никоим образом не зарождает в людях вот это представление о динамичном множественном мире, в котором постоянно происходят передоговаривания, пересмотры и так далее. Но чтобы такой мир помыслить, нужны другие формы сознания или осознания, на что принципиально не ориентировано образование, оно ориентировано на знание и информацию, а не на то, чтобы дать людям возможность видеть себя и мир по-разному и уметь и защищать свое и понимать других и работать совместно. Вот такого образования нету. А то, что есть сейчас, во многих случаях укрепляет вот эту идею единственности своего борьбы с чужим. Ведь именно примитивизация сознания россиян позволила организовать такую мощную поддержку вторжению в Украину. Там не... их погубит. И она же их погубит. примитивное мышление и сознание. Но она может при этом очень много с собой захватить и жизни, и будущих и так далее. Ну, не может. Уже захватывает. Тянет с собой в могилу очень многое в этом мире. Мне кажется, что вот прозвучало очень много очень ценных идей, которые поддерживаю. И как раз именно в том, что человеческий фактор оказалось. Мы думали, что мы уже все перешли в этап, когда технологии решают все и количество и качество оружия. Выяснилось, что нет. Выяснилось, что стреляют из оружия люди. И эти люди, как этот наш пилот, который на Миге стареньком может сбить 16 суперсовременных самолетов, которые якобы были оснащены всеми мыслимыми системами защиты. И мы видим, как прекрасно их сбивают и с земли, и с воздуха. То есть на самом деле это важный фактор. И безусловно Владимир Африканович абсолютно прав. Для того, чтобы в мире появилась такая новая концепция, как вы сказали, Юрий Владимирович, это должна быть динамическая концепция. Думаю, бессмысленно говорить о том, что надо одну жесткую конструкцию заменить другой жесткой конструкцией. Но вот у нас было 5 членов Совета Безопасности и он, давайте сделаем 10 членов Совета Безопасности и он, и введем туда какие-то еще страны, и дальше все будет хорошо. Не будет. Потому что в этом всем заложены противоречия. Вот именно те, которые все вроде равны, но не все. Можно почему-то Индия и Пакистан благополучно получили ядерное оружие, а вот когда это делает Северная Корея с Ираном, то это как бы плохо. А если там другие страны об этом подумают, это вообще будет кошмарный ужас. Но как бы вот эти вещи, мы понимаем, почему они существуют, это реальность, это реальная политика, это реальный мир. Но вот сейчас, как кажется, мы-то и доказываем вот это мужество солдат, неописуемые абсолютно, казалось бы, конструкции организации боевых действий, которые непонятны абсолютно стратегам, которые вот американским, натовским, которые привыкли по учебникам, как в Эстпойнте учат. Да никто их не научит в Эстпойнте, как армия, которая еще месяц тому назад называлась в списке номер 22, благополучно наносит десятикратные буквально в смысле потери армии, которая считалась номер 2. И оказывается, что это можно. И этот фактор не принимал никто во внимание. И где он, этот фактор? Для того, чтобы этот фактор сработал, мне кажется, в мире появилась серьезная дискуссия о том, что нам нужно найти способ существовать, когда мы разные. Мне кажется, что есть задача более низкого уровня, не то, что низкого уровня, а более актуальна, это нам надо помыслить Украину, надо помыслить ту модель общества, которая использует все преимущества существующего порядка и того, что мы заслужим в результате этой войны, то есть уважение, поддержку, понимание всего мира, что реально совершен такой подвиг национального характера. и мы должны из этого выйти вот с такой классной, продуманной, хорошо организованной моделью общества, которая покажет всем остальным, что оказывается, не две модели существуют, американская и китайская, и не три бандитская и российская, а на самом деле оказывается, можно предложить нечто, что в современном мире дает отлично эффективное развитие. Я вам открою небольшой секрет. Мы уже говорим, я уже две недели говорю с японцами о том, что нужно, чтобы в семерке начали инициировать фонд реконструкции Украины. И такие предложения уже прозвучали. Вы слышали, в ЕС они прозвучали и начали говорить о том, что будут замороженные активы нам переданы и так далее. Но когда я говорю об этом не в официальном порядке, потому что официально, как правило, такие вопросы не дискутируются, а с разными умными местными людьми они говорят, понимаете, да, фонд, конечно, но ведь вам же потребуется лет 20-30, чтобы восстановиться. И вот в этом я с ними категорически не согласен. Потому что то, что мы делаем сейчас, это как сжатое время. Количество событий, которые происходят каждый день, это реально как будто сжатое время. За 30 дней мы прошли так, как, может быть, другие войны два года занимали. Так вот, и то же самое, я уверен, будет после, если мы правильно помыслим то, что мы хотим. А потенциал людей колоссальный, абсолютно, с организацией невероятная. Оказывается, банковская система, вот я не знаю, кто из вас где, но нам в Токио, когда мы платим приватбанком, и он работает, карточки, у меня чувство гордости. Вот реально. Это просто невозможно поверить, что там творится. При этом приватбанк продолжает функционировать, эксимбанк продолжает функционировать, другие банки продолжают работать. оказывается, у нас есть свет и обеспечиваются коммунальные службы. Боже, сколько же мы их ругали, эти коммунальные службы. Они работают, и реально люди совершают маленькие, каждый день подвиги. Идут, ремонтируют воду прорванную, электросети, и мы бы раньше не подумали, что это возможно. То есть, реально потенциал, он настолько оказался фантастический, что грех просто этот потенциал не трансформировать в Украину нашей мечты. То, что станет таким образцом, что никого уговаривать не придется. Все поймут, что это замечательно, и есть другая модель. Заразить их таким хорошим нашим примером. Вот это может быть немножко идеалистически, но это то, что мне кажется, мы могли бы очень реально сделать. Но тут же есть большая опасность. Мы были очень тоже так настроены после Майдана. Тоже самоорганизация, та-та-та. А потом, когда наступил период после Майдана, тут же все вернулось существующим формам, потому что не было ни предложено, ни зачат, то принципиально другие формы. То же самое сейчас. Мы можем победить, и все вернется в те модели, которые уже были, потому что судя по тому, что я смотрю по разной печати, все равно доминирует идея ремонта, ремонта существующей системы, а не даже попыток увидеть другие принципиально заходы, которые не сводятся к идеям мирового правительства, ремонта ООН и так далее. Вот этот вот момент, почему мы говорим про будущее, про необходимость, потому что когда появляется возможность, оказывается, что легче для большинства реализовать то, что было, а не попытаться делать то, что хотелось бы или то, что можно. Можно позвольте маленькую ремарку, вот когда вы вспоминали Майдан, я вот знаете о чем подумала, что ведь Майдан это был очень сложный процесс, кто-то был на Майдане, а кто-то не поддерживал Майдан среди самих украинцев, вот сейчас этого уже нет, это совершенно другая история, теперь все украинцы на одной стороне, и может быть в этом смысле уже так, как после Майдана нельзя будет сделать, уже нельзя будет спустить на тормозах, не знаю, мне почему-то такая ситуация. Ну и мера трагедии другая, мера трагедии другая совсем. Я уже сейчас доносятся до меня не голоса, а сведения о том, что есть люди, которые сидят потирают ручки и представляют себе, как можно будет нажиться на той помощи, на тех проектах реконструкции, которые будут разворачиваться. Украсть это можно, и то, что говорит Африканович, не надо прекрасно думать. Все это будет, будет воровство, будут попытки еще раз сделать олигархически коррумпированную страну. Именно это самое главное. Я бы хотел предложить несколько, Юр, если ты закончил, несколько простых и в то же время философских размышлений. Громче. Суть происходящего и, наверное, того, что мы предлагаем, не в изменении сосуществования, а скорее изменении соизменений. то есть у нас проблема не в соэкзистенции, а в сотранзистенции. Суть состоит в том, что когда меняется мир, у нас есть два основных выхода. Либо же меняться вместе с ним, либо же не меняться и противостоять изменениям. Такой выбор всегда существует. проблема состоит в том, что если ты сам, ну или я сам, или мы сами хотим изменить мир, мы сами должны меняться. Отказ от собственных изменений делает изменения вовне невозможными. Это та ловушка, в которую попала Россия. Потому что тот выбор, который она сегодня осуществляет, Россия не меняется, Россия неизменна, она апеллирует к архаичным структурам и при этом пытается весь мир затормозить его изменения. Вплоть до использования ядерного оружия. Вот это является принципиальной проблемой сегодняшней ситуации, мировой ситуации. Эта принципиальная проблема состоит в том, мы на стороне изменений, можем ли мы сами меняясь управлять этими изменениями? Или мы захвачены ими и будем им сопротивляться? Вот это принципиальнейший вопрос, который встает. Поэтому не в сосуществовании проблем, проблема в соизменении. И это соизменение требует принципиально иного, не власти, не ресурсов, не мира фиата, не мира денег. Оно требует мышления, воли, вольностей, оно требует соуправления и совладения, то есть принципиально иных способов причастности этим изменениям. Если можно так сказать, причастности, не причастности существования, а причастности изменениям. И вот это, мне кажется, базовая проблема. у нас нет иллюзий, что если даже станет что-то понято, то произойдут глобальные и быстрые изменения. Новое будет выращиваться рядом с существующим старым, захватывать, если оно успешно, все новые пространства существования или со мыслия со-изменений. Важно вот это движение начать и нам представляется, что Украина как раз сейчас есть такое возможное место, где эти изменения начнут проявляться, соорганизовываться. Потому что если опять одна универсальная модель, это опять война, для того, чтобы все были одинаковые. Вот Украина сейчас может начать выращивать вот это новое иное. И момент вроде бы подходящий. Совершенно согласен. А логистика, то есть помышление об изменениях, это ключ к будущему. А если власть Украины не готова будет меняться или меня что-то в стране, что делать тогда? Общество вот ты сам говорил, что у нас общество со связями, общество должно меняться в каких-то своих проявлениях и согласовываться. Знаешь, меня поразило вот было интервью какого-то партизана Черниговских лесов, где бьют россиян. Он говорит, совершенно непонятно, что происходит. Разные группы вдруг сходятся во время боя, бьют, куда-то исчезают, появляются какие-то танки, непонятно откуда-то, развивают и исчезают. Каким-то образом люди сорганизуются под момент без всякой власти, никакого управления, никаких планов и всего. Люди собираются в нужный момент каким-то образом, разбивают противника и опять рассасываются по-разному в лесу. Это совершенно другое проявление. Люди самоорганизуются и власть этого естественно принимать не будет, потому что власть не строится на идее самоорганизации, а на идее иерархического подавления и мягкого или жесткого насилия. Поэтому новое будет выращиваться в обществе. Власть может к этому отнестись благосклонно, если она поймет, что она может к этому пристроиться и получить некоторые в мире преференции, голос, статус и так далее. Я хочу спросить, мы будем продолжать эти дискуссии еженедельно или как вы планируете, чтобы это существовало дальше? Давайте попробуем наше обращение, посмотрим, какие будут опытики и примем решение. Но думаю, что было бы неплохо. Да, я думаю, что надо это продолжать, потому что эта же встреча, это вопрошение. Ведь мы же здесь не обсуждали никакие решения. Мы только ставили вопросы о будущем. И поэтому, конечно же, надо попытаться как-то сделать Укрлайф платформой таких обсуждений. И не только с нами. Ну да, да, да. И я думаю, что Укрлайф вполне и заслужил и показал возможности быть платформой для мышления. Для будущего. Для нас это очень большая честь, и мы сделаем все, что мы можем сделать в любой момент. Мы готовы организовать любые дискуссии в разных форматах. Поэтому, пожалуйста, тогда вот, я не знаю, давайте к нашим зрителям что-то им предложим, куда они должны писать. Потому что на ютубе мы сейчас отключили комментарии, потому что я должна сказать честно, что нас смотрят по-прежнему в России много людей, я так понимаю, которые против, но мы просто запретили доступ ботам, чтобы прекратить вот эти ненужные, ну, даже не дискуссии, а то, что происходило, да. Поэтому, может быть, куда писать должны люди, я вот сейчас пока не понимаю, наверное. Можно, у нас, насколько я понимаю, Сергей меня поправит, сейчас сайт повис, ну, по каким-то техническим причинам. Может ли мы просить вас принять, принимать обращение, и мы заблаговременно будем там, за 2-3 дня, скажем, в понедельник согласовывать с вами повестку дня следующего выпуска. Хорошо, тогда я обращаюсь сейчас к нашим зрителям, пожалуйста, будьте любезны, либо пишите мне в личку на фейсбук, либо пишите свои комментарии под интервью на фейсбуке, и вот каждый, кто будет выкладывать, мы тоже будем мониторить, какие там есть ваши пожелания, комментарии, желания включиться в эту дискуссию, будем все это генерировать и тогда передавать вам, да. Я хочу от имени Тараса Мебешко извиниться, потому что у него открыт через свет и, к сожалению, и, соответственно, интернет, поэтому он не мог поучаствовать в сегодняшней дискуссии, и в таком случае я вам искренне благодарна за то, что вы сегодня вот инициировали эту дискуссию и, я так понимаю, мы увидимся на следующей неделе. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Это было Укрлайф ТВ и, конечно, оставайтесь с нами. Всего хорошего. Укрлайф ТВ